Добрый день, дорогие друзья! Я училась в детском саду и до сих пор с родителями я говорю на удмуртском языке. Я немножко расскажу про историю, про современное положение удмуртского языка, чтобы вам в целом было понятно, что где этот язык расположен, и мы с вами непосредственно про какие-то особенности удмуртского языка поговорим. И если у нас хватит времени, я вам включу еще удмуртскую музыку, то есть как бытует сейчас удмуртский язык в социуме. Во-первых, давайте начнем с того, что где географически расположена удмуртская республика. Удмуртская республика там, где проживают удмурты, коренное население удмуртской республики. Мы располагаемся между Волгой, между Вяткой и Камой, столица Ижевск. По численности вы видите статистику, что каждые 10 лет примерно по 100 тысяч человек мы теряем, к сожалению. По последней переписи нас насчитывается 552 тысячи человек, из них только 324 тысячи говорят на языке. Из своего личного опыта я вот 84-го года рождения, из моего поколения только я и мой брат владеем языком, и мой брат уже дальше не передает язык. Это вот к передаче языка, к сожалению. Есть еще отдельная группа бессермяне, это субэтносудмуртов. Их по переписи 2111 человек. На мне бессермянский костюм. Моя фамилия Урасинова, это чисто бессермянская фамилия. По папиной линии я бессермянка. Бессермяне это южные удмурты, которые испытали более сильное тюркское воздействие. И если кто знает, как выглядит чувашский костюм, то вы увидите, что мой костюм очень похож на чувашский. Это немножко статистики, но мы на ней не будем останавливаться. Да, вот немножко про историю, чтобы понимать современное положение языка. Значит, была финно-угорская языковая общность. Наши родственные языки это финский, венгерский, эстонские языки. Из языков народов России это марийский, мордовские языки. Но самый ближайший для нас это коми-язык. Так на 80% мы понимаем друг друга, потому что мы разошлись с коми где-то в 8-10 веке нашей эры. Еще очень важный фактор тот, что северная часть Удмуртии вошла в состав российского государства примерно на 100 лет раньше. И это отрождилось и в языке, и в культуре, и в костюмном комплексе, и даже в менталитете. И если кто бывал из вас в Удмуртии, кто-нибудь бывал в Удмуртии? Вот, кто бывал в Удмуртии, вы, наверное, разительно... То есть вы замечали разительное отличие. Север это такие бревенчатые дома, больше серого все-таки присутствия. А юг это такие пестрые дома, пестрая яркая одежда. Это все тюркское влияние. И в языке это тоже отражается. Южные Удмурты вошли в состав российского государства вместе с падением Казанского ханства. В 20-м году, в 20-м веке у нас появилась водская автономная область, которая впоследствии стала нынешней Удмуртской республикой. То есть мы получили государственность. И с 2001 года на территории Удмуртской республики действуют два государственных языка. Удмуртский и русский. Даже если вы никогда не учили удмуртский язык, но были на территории Удмуртии или прилегающих территориях, потому что очень много удмуртов живет в Башкортостане, Татарстане, в Пермском крае, Кировской области, то вы все равно сталкивались с удмуртским языком, потому что топонимы. К топоним Гурт – это деревня. Например, на севере республики очень часто вы встретите такие населенные пункты. Мой любимый – это в ее Гурт переводится «масляная деревня». Андрей-Шур. Шур – это река. Андрей-Шур – населенный пункт тоже на севере располагается. Это деревня с названием «река Андрей». Река Андрея. Пи-компонент – это сын означает, и основал сын Быды, например, деревня Быда-Пи. Вай – это ответвление реки, тыловай. В Ижевске есть площадь Карлутка, точнее, речка Карлутка. Она тоже образована от удмуртского слова. Луд – это поле, луг, а Кар – это городище. И сразу вспоминайте, что в коми-языке есть сыктывкар, кудымкар. Кар – это наше общее пропермское слово. Еще отдельно вам расскажу про воршуды. Есть населенные пункты, которые образованы от так называемых воршудных имен. Об этом я поговорю, потому что в грамматике это проявляется. И к статистике, если возвращаться, то в Удмуртии проживает 29% удмуртов. То есть остальные – это татары около 11% и русские превалируют. Это герб и флаг удмуртские. На гербе вы видите водоплавающую птицу. Для всех финоографов водоплавающая птица имеет сакральное значение. Так, это вот древо родства. Здесь вы видите, да, удмуртские, бессермянские, они как два листочка. Бессермянские иногда считают отдельным языком, иногда диалектом. Я склоняюсь к тому, что все-таки это диалект, хотя в менталитете, в костюме мы немножко отличаемся. И вот есть такая фраза, которую попытались восстановить активисты. Какая же фраза будет понятна для всех финоографов. По-венгерски это звучит. Живая рыба плавает под водой. По-фински Чорик это уже наше пермское слово, черик в коме языке. Но вы видите, ву, например, виз, веден, да, весси. По-фински это все однокоренные слова из одного прокорня. И то же самое с послелогом. Про послелоги я тоже еще немножко скажу. Алфавит удмуртского языка построен на кириллице. В 20-е годы был создан литературный удмуртский язык. То есть до этого фактически не существовала литература. Были переводы. В 19 веке это были преимущественно христианские тексты. Миссионеры переводили, да, чтобы удмуртов христианизировать. У вас тоже есть распечатки. В распечатках есть этот алфавит. Вы видите, что отдельно цветом выделены, к сожалению, там ЧБ распечатки. У нас есть особые звуки, особые буквы для обозначения звуков, которых нет в русском языке. И сейчас мы их с вами попытаемся разучить, попроизносить. Значит, О с двумя точками. Не путайте с умляут в немецком языке. Она звучит Э, 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 как в слове ЭВЭЛ. ЭВЭЛ. Попробуйте, давайте вместе со мной. ЭВЭЛ. ЭВЭЛ. Нет, не имеется. ЭВЭЛ. 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 Дальше вот слово написано ЭВЭБЭП. ЭВЭБЭП. Давайте все вместе попробуем. ЭВЭП. ЭВЭБЭП – это прекрасное слово, которое, если вам больно, укусил комарик, например. Вы говорите О, ЭВЭБЭП. Больно. Если вам что-то очень противно, мерзко, то вы говорите ЭЧЭЧЭЧ. Это следующее слово. ЭЧЭЧЭЧ. Давайте все вместе. ЭЧЭЧЭЧ. И, как оказалось, очень многие русские, живущие в Удмуртии, произносят тоже вот это фу, противно, чечеч, не зная, что это из удмуртского языка. Дальше буква И с двумя точками, она звучит, как обычная И, но она используется на письме, чтобы показать предыдущую букву, что она твердая. И твердыми в удмуртском языке бывают Д, З, Л, Н, С, Т. Здесь вот примеры, да, ТИР, ТИР, просто с И, это место, где стреляют, ну, ТИР, все знаете. ТИР, И с двумя точками нам показывает, что предыдущая Т твердая, ТИР, ТИР, это топор, да, я всегда своим ученикам говорю, cup of tea, да, как в английском ТИ, ТИР. Давайте попробуем все вместе произнести ТИР, ТИР, карта ведь не надо, это я. Дальше ТИР, ТИР, накладывай ТИР, 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 да, очень много буквы И в удмуртском языке, и даже есть слова, которые начинаются с буквы И. Давайте все три слова вместе попробуем, сначала я прочитаю, потом вас попрошу. ТИР, 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 да, не забываем cup of tea для И с двумя точками. Давайте все вместе, ТИР, ТИР, ТИР. Ага, умой, тоже умой, очень хорошо. Дальше идет Ж с двумя точками, это близко к сочетанию звуков ДЖ, ДЖ, да, как Джек Лондон. И у нас в удмуртском языке есть свой Джек, это стол, Джек. Давайте попробуем произнести. Джек, Джек. Ага, это стол. Джук, Джук, это каша. Давайте все вместе, Джук, Джук. Например, у вас нет каши, каши нет, вы говорите, вот кто-нибудь пришел, вы говорите, каши нет, Джук АВЛ. Вы уже можете составлять фразу, Джук АВЛ. Попробуем произнести Джук АВЛ. Джук АВЛ, прекрасно. Или стола нет, Джек АВЛ. Джек АВЛ, правильно. З с двумя точками произносится как сочетание Д и З мягких. Дж, 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 Дж. Дж, да, тоже как в английском, джуз, как сок. У нас тоже есть джуз, это скамейка обозначается так. Здесь мы с вами выучим два очень полезных слова. Слово Джеч бур. Давайте все вместе попробуем. Джеч бур. Джеч бур, это здравствуй. И это слово образовано очень интересно. Джеч, это хорошо. И бур хорошо. Бур, те, кто знает коми-языка, до сих пор используют в коми-языке слово бур, это хорошо. То есть мурты на самом-то деле приветствуют друг друга словами хорошо-хорошо. И на это вы отвечаете хорошо. И слово джуч, это русский джуч. Давайте все вместе попробуем произнести джуч. Например, русская каша будет джуч-джук. Джук, давайте все вместе попробуем джуч-джук, тоже мой. Че с двумя точками, это так называемые буквы, эти три буквы с точками, это африкаты. Че с двумя точками произносятся как ч-ч-ч-ч, да, как в слове кочиш. Кочиш, давайте все вместе, кочиш. Кочиш, это кошка. Кочиш, например, давайте сделаем фразу русская кошка. Джуч-ко-чиш, правильно, джуч-ко-чиш. Русской кошки нет. Джуч-ко-чиш. Эвэл, шонер, тоже мой. Чаш, это шумно. Тоже для примера. И еще такая есть особенность, что мягкая с, она произносится как щ, как в слове ща-чка, цветок. Давайте попробуем произнести ща-чка, цветок, да. Но есть один диалект в Татарстане, они произносят с, то есть они говорят сяська. Для нас, как бы для остальных удмуртов это немножко смешно звучит, но можно привыкнуть, конечно, это их особенность. И звук зэ мягкий, ж, произносится как в слове возжматыны, показывать. Возжматыны, давайте попробуем произнести вместе со мной. Возжматыны. Тоже мой. Дальше я прочитаю, как читаются эти слова, а вы пытаетесь тоже вместе со мной следить и пытаться про себя хотя бы произнести. Итак, чэ-ж, чэ-ж, да, утка, джэ-жи, калитка ворота, щэ-жи, овес, джоз, кузнечик, чушкон, чушкон, полотенце, щурэс, картавить не надо, это я, щурэс, щурэс, дорога. И вот это как раз слово там, где «ы» впереди, да, «ыргон», «ыргон», «ыргон» это медь. И «клы», 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 «клы» я услышала, я услышала, почему так, я вам еще тоже скажу. Да, и про соседей, как я уже сказала, у нас соседи это Башкортостан, Татарстан, Кировская область. И что думают Удмурты про соседи, это сохранилось в фольклоре, в пословицах-поговорках. Бигер кион, джучгондыр, Удмурт чала, да, Татарин волк, русский медведь, Удмурт рябчик. Или есть такое выражение, порпиос и булычко, марийские мальчики стреляют, когда очень холодно на улице и трещат бревна. Удмурта говорят, а это марийские мальчики стреляют. Оказывается, марийцы в такой же ситуации говорят, а это Удмурта стреляют. И это все исторически объясняется тем, что примерно в 14 веке мы с марийцами не поделили территорию нынешней Кировской области. И, в общем, стрелялись с ними из луков, и язык это сохранил. Или очень интересно тоже, да, у нас, мне кажется, большей частью у нас про татарские какие-то, с татарами связаны какие-то выражения, например, грибной дождь или слепой дождь, как его называют, когда светит солнце и идет дождь. Удмурта называют либо это марийская свадьба, поршуан, либо татарин умер, бегер кулис, либо это праздник умерших, кулэмьёслен праздниксы, либо гондарьёскаш на очки медведи женятся, либо медвежонок пляшет, гондарпекте. То есть такое необъяснимое явление по-всякому могут объяснить, и в том числе используя марийцев и татар. Особенности удмуртского языка, давайте непосредственно к языку перейдем. Во-первых, как во всех финно-угорских языках, у нас нет родов, нет мужского, женского, среднего рода. Это догадываетесь по контексту, да, большей частью. Ударение фиксированное чаще всего падает на последний слог. Есть несколько исключений, там, делай, да, повелительное наклонение, делай, смотри, иди, там будет на первый слог падать и в отрицательной форме. Ну плюс еще северяне иногда на предпоследний слог ставят. Но в целом ударение на последний слог. В остальных финно-угорских языках чаще всего куда падает, кто знает? На первый, правильно, да. Фиксированный на первый слог. Финский, венгерский и так далее. Как и во всех финно-угорских языках, у нас есть притяжательная категория. То есть, чтобы сказать мой код, мы можем добавить мы-нам, мой, да, как в русском языке, но обязательно к существительному надо добавить суффикс. Без суффикса никуда, да. Либо мы можем опустить слово мы-нам, мой, но суффикс обязательно должен быть. Как в русском языке, мой код, мы нам, код шиш, сказать нельзя. Дальше, про падежи. Все обычно пугают, что в финно-угорских языках очень много падежей, да. Там в венгерском от 28 до 34. В удморском языке 15 падежей. Есть еще в диалектах дополнительные падежи. На самом-то деле, да, я специально вам картинку поставила. Падежи – это как полочки. Вы четко знаете, какая книжка на какой полочке лежит, какой суффикс вам нужен. Вы его взяли и пошли, да. Поэтому падежи – это, наоборот, очень удобно. И в удморском языке я не буду на них останавливаться. Просто вам картинку, да, такую, что в удморском языке вот эти 15 падежей и еще два типа склонения. Если есть притяжательный суффикс и нет притяжательного суффикса. Это вот камень такой, гранит, который надо грызть при изучении удморского языка. И вот как раз про воршуды я хотела вам рассказать. В удморском языке есть воршуды в удморской культуре. То есть у нас есть рода, племена. Часть удмуртов еще знает, к какому племени, к какому роду они относились. У нас сейчас идут споры, это по женской линии передается или по мужской линии. И есть населенные пункты, которые как раз образованы от этих названий воршудных имен. Например, Пурга, малая Пурга, да, кто бывал в Удмуртии и слышал. Можга, кто-нибудь из вас наверняка помнит можгинские деревянные линейки. Из детства Салья, Кибя, Чабья. Это все воршудные имена, их порядка 70. С ними, знаете, что интересно? Что они, в них просыпаются древние профино-угорские суффиксы. То есть мы можем сказать в современном удмуртском языке Пурга-ын, Ижевск-ын в Ижевске, Москва-ын в Москве. Но будет более правильно сказать суффиксом лан. Те, кто знает финский язык, знаете, что там есть ла-ле-суффикс. Вот он здесь тоже просыпается. Это вот просто к тому, что очень часто в языке сохраняются какие-то вот древние такие вещи интересные. Про послелоги. Опять это такая финно-угорская история. В финно-угорских языках предлоги не используются, либо их очень мало, редко. В удмуртском языке тоже используются послелоги. Вот это тоже головоломка, потому что вам надо немножко перестроить логику. На столе, на столе. Но по-удмуртски надо будет сказать стол на, но не стол на, а что-то лежит на столе. Например, журнал, газета, джек-вылын. Газет, джек-вылын. То есть газета на столе. И вот сложность еще заключается в том, что вот эти послелоги, они еще и по падежам меняются. Они еще и личные суффиксы притяжательные присоединяют. В общем, немножко сложновато с этим. Но зато есть и более легкие вещи и интересные. Категория притворности. Это вот мой любимый суффикс. Суффикс мяшк, он выделен вот жирным шрифтом. Этот суффикс указывает на то, что вы делаете вид, что вы что-то делаете. Например, я делаю вид, что я сплю. Глагол и жены. Спать. И жемьяшкны. Делать вид, что спать. Мон и жемьяшкишко. Я делаю вид, что я сплю. Мон и жемьяшки. Я делал вид, что спал. Мон и жемьяшко. Я сделаю вид, я буду делать вид, что я буду спать. Очень удобный суффикс мяшк. Можно его со много чем использовать. Дальше. Как и все финно-угорские языки, удмуртский агглютинативный язык. То есть мы можем бесконечное количество суффиксов добавлять и делать длинные-длинные слова. И при этом каждый суффикс будет обозначать что-то конкретное. Вот здесь слово из 33 букв. Оно совершенно верно грамматически составлено. Теоретически его можно использовать и в жизни. Но так длинно никто, конечно, не разговаривает. Мне кажется, можно застыть где-то на 20 буквах. Вот. Смотрите, как это слово образовано. Щулэм шуг ящкны – это глагол. Щулэм – это сердце. Шуг – это тяжесть. То есть волноваться, когда какая-то тяжесть на сердце. Вообще удмуртский язык очень удобный с точки зрения психологии, потому что многие чувства мы передаем через телесные ощущения. Например, я горюю, будет у меня горчит живот. Там я злюсь, у меня… Это про это еще будет тоже речь. Я злюсь, будет у меня горчит голова, например. И вы можете себя поймать на том, что действительно, когда вы злитесь, у вас через какое-то время начнет болеть голова. Когда вам грустно, действительно, что-то как-то в животе не очень комфортно. Вот. Ну и возвращаясь к волнению, да, к тяжести на сердце. Щулэм шуг ящкны – одна буковка Т – это так называемые каузативные глаголы. Одна буковка Т – и сразу мы не сами уже волнуемся, а кого-то заставляем волноваться. Щулэм шуг ящктыч – ищ – суффикс – это причастие, заставляющее волноваться. Щулэм шуг ящктычтем – мы сделали из причастия отрицательное. Тем добавили в суффикс. Щулэм шуг ящктычтем – йос. Суффикс – йос множественного числа. То есть те, что не заставляют волноваться. Щулэм шуг ящктычтем – йос из. Из – это выделительно-указательный суффикс, что есть куча людей каких-то, а что нам вот интересны именно те, которые не заставляют волноваться. Это как, знаете, как определенный артикль в других фенографских языках. Щулэм шуг ящктычтем – йос из лэщ. Лэщ – это падежный суффикс. И дальше мы делаем уже фразу. Щулэм шуг ящктычтем – йос из лэщ гэс кышкащко. Я больше боюсь тех, кто не заставляет волноваться, беспокоиться. Последнее – гэс – это сравнительный суффикс. Его можно практически к любому слову в удмёртском языке добавить, чтобы сделать сравнительную степень. Про парные части тела – это тоже такая финно-угорская фишка. Финно-угры воспринимали парные части тела как нечто единое целое. То есть не два глаза, а один глаз. То есть вот эти по-русски два глаза – это нечто единое. И если человек не видит одним глазом, то финно-угры говорят, что он полуглазый. Полуглазый – полуногий, полуглазый, полурукий. Полщин – полглаза. Буквально переводится. Но по-русски это будет один глаз. Сейчас, к сожалению, под влиянием славянских языков, в венгерском еще это используется, в удмурском языке под влиянием русского уже все реже. То есть мы уже все чаще говорим через одна нога болит, а не пол ноги болит. Дальше. Цвет зеленый – вож – имеет очень большое распространение, скажем так, в удмурском языке. И злость – вож – потон, и ревность – вожан, и вожьящикон – зависть, и слово «извини» – вождээнвай в удмурском языке все восходят корню к одному, к слову «вож» – зеленый. Некоторые присутствующие знают, почему. Дело в том, что когда человек злится, то что происходит? Пока вы думаете, я попью? Это опять связано с физиологией. Когда человек злится, когда он ревнует, когда он завидует, он выделяет желчь. А желчь у нас такая зелено-желтого цвета. То есть в удмурском языке буквально «извини» означает «не приноси зеленого», «не выделяй желчь», «не злись». Или еще пару слов. Удмуртская логика у вас тоже кое-что выписано. Это слова, которые мне очень нравятся, как они образованы. Наверное, то слово, которое все знают в русском языке – пельмень. Оно пропермское. Коми и Удмурты его используют. Пель – это ухо, а нянь – это хлеб. То есть хлебное ушко. Конь-дон. Опять-таки язык сохранил историю. В удмуртском языке слово «деньги» образовано из двух частей. Конь – это белка, а дун – это цена. Дело в том, что разменной монетой удмуртов с русскими была беличья шкурка. И это сохранилось в языке. И до сих пор монета, копейка, на удмуртском языке – конь-белка. То есть используется еще тоже. Или месяц октябрь – это месяц созревания белок, потому что в октябре уже беличья шкурка была достаточно хорошей, чтобы охотиться на нее. Интересное название месяца – Ош-Толэж-Апрель. Там были споры в одно время, что вообще-то Ош – это бык, воды уже в апреле столько, что бык может напиться. Но по последней версии она наиболее достоверная. Ош – это пропермское слово, обозначает бык. То есть в апреле просыпается медведь, выходит из спячки, поэтому месяц апреля – это месяц медведя, месяц, когда медведь просыпается. Очень я люблю слово лулпу, ольха. Это связано с мифологией удмуртов. Удмуртов – душа, вылетает из человека и переходит в другой мир по реке, на север направляется. И те души, которые не успокоились, они заселяются в деревья, которые растут вдоль реки. А что растет вдоль реки – ольха. У удмуртов есть еще другое понятие души – урт. Урт – это душа, которая может периодически вылетать из человека, если человек болеет сильно, если он сильно испугался. Или во сне эта душа вылетает, но она обязательно вернется. Если душа лул вылетела, то человек уже умер. А урт – это такая приходящая-уходящая, и она в виде бабочки может летать. Очень тоже люблю слово кызаузы. Это вот северюха, это красные такие, как шишечки на еловых ветках. Мы их очень любим есть весной. От двух слов образованы кыз – ель и узы – земляника. И слово «первый» в удмуртовском языке образовано от слова «нос», потому что логика какая? Потому что нос у нас впереди планеты всей, впереди всего тела, первым делом протискивается. Вир-нунал – среда, кровавый день, это день жертвоприношения. Кто-нибудь, если из вас знает, чувашский, по-моему, татарском тоже, у поволжских народов. Среда – это день жертвоприношения, у остальных поволжских народов тоже так образовано это слово. Базовые фразы, они у вас тоже есть выписаны. Давайте со мной вместе потренируемся. Если мы обращаемся ко многим людям или очень вежливо хотим обратиться на «вы», то мы скажем Джечбуреш – тоже мой, очень хорошо. Гажаса – отечком. Давайте попробуем. Гажаса – отечком. Добро пожаловать. Буквально уважая, зовем, приглашаем. Кызжи – ты над немыт. Кызжи – ты над немыт. Как твое имя? В ответ мы скажем «мы нам, не мы». Да, смелее. «Мы нам, не мы». «Мы нам, не мы», «Оли», например, да, «Онди» и так далее. Кызжи – ты над немыт. Как ты поживаешь? И на это вы можете ответить «Умой» или «Джеч». Да, как слово «Джеч» из «Джечбур» хорошо. Если хотим сказать, что «Очень хорошо», «Тужу мой». «Тужу мой». Большое спасибо будет «Баджим Тау». Просто спасибо «Тау». Если кто знает марийский язык, вы знаете, что в марийском языке «Тау» – это тоже спасибо. Ческыт – вкусно. Кто помнит слово «каша»? Джук – вкусная каша. Как будет? Джук – ческыт – это каша вкусная. А вкусная каша – ческыт джук. Правильно. До свидания, мы скажем. Будь хорош, будь здоров. Джечлу. Джечлу. Чебер – красивый. Чебер. Тоже мой. Еще немножко хочу вам рассказать про современную адмутскую культуру. Если у вас по языку какие-то вопросы остались, то, пожалуйста, задавайте. Может быть, я что-то не сказала, вам что-то волнует. У нас есть прошедшие времена, есть сложное, есть неочевидное прошедшее время, например. Его очень удобно использовать, когда вы говорите «Ой, я, оказывается, забыл. Ой, я, оказывается, пропустил урок». То есть притвориться, что вы это неосознанно сделали, либо вы не были свидетелем этого события. Например, Петр Ильич Чайковский родился в 1800-каком-то году, вы не были свидетелем, поэтому говорите «Ой, он, оказывается, родился». Про современную адмутскую культуру. Где встретить адмутский язык на улицах Ижевска? Во-первых, сеть «Пятерочка» делает вывески на адмутском языке. В отличие от других поволжских республик, в Адмуртии очень мало вывесок на адмутском языке. У нас нет отдельного закона, который призывает переводить все. В «Пятерочке» вы увидите адмутский язык. Были граффити, сделанные на адмутском языке. Например, вот там, где Джон Леннон. «Не делай ненавистным то, чего не знаешь». Или вот с Гагариным «Я был в космосе, видел Бога». «Инмар» — это адмутский бог. Но, к сожалению, обе вот эти граффити уже их стерли, замазали. А здесь вы видите слайд «Удмуртская деревня». Это южная Удмуртская деревня. Вы видите, такая пестрая, цветастая. Так, это я хотела сказать про молодежный лагерь «Шундекар», организацию молодежной «Шунды». У нас есть молодежная организация «Шунды». Они делают лагерь «Шундекар» для аудмуртских детей. Если кто в ВКонтакте, если вам интересно, у нас есть онлайн-трансляция, интернет-телевидение «Даур ТВ» называется. Можете их найти ВКонтакте, например. Дальше вот есть тоже проект такой «Куара», группа «Куара», «Голос». Они делают разные такие видеозаписи. Вы можете на YouTube их найти. Например, они делали даже такие, ну как это правильно, стендапы, то есть шутки на удмуртском языке. И делают также они видеозаписи, интервью с удмуртскими деятелями. Если вы хотите учить удмуртский язык, то у них тоже есть курсы удмуртского языка, видео. Также вот на листочках ваших, которых раздатки, да, там есть YouTube-канал, который я указала. Там есть мой курс, который я делала в прошлом году. 17 видеороликов, видеозанятий. За эти 17 занятий вы можете освоить базовый удмуртский язык совершенно самостоятельно. Это вот все у меня выложено на YouTube с домашними заданиями и так далее, и так далее. Дальше вот я еще хотела особо отметить. У нас есть такая девушка Дара Ли Ли Ли. Она очень много чем занимается. Но мне кажется, что вот у нас в удмуртском языке наиболее развита эта песенная культура. И у нас очень много современных исполнителей. И вот в том числе Дара Ли 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 делает студию Мурдала. Это современные молодые исполнители. И она с ними работает. И вот у них, по-моему, скоро будет как раз выступление. И я вот хотела бы, чтобы мы с вами немножко послушали удмуртскую музыку. И сейчас я попрошу коллег включить музыку. Да, включайте, пожалуйста, подряд. И я буду вас останавливать, чтобы не целиком слышали. Пока у нас настраивается звук, я вам покажу журналы. Вот это Кижели, звездочка. Да, это детский журнал. Когда он 90... Не боюсь соврать. Он, по-моему, 92-го года создается. Качарышем, да, Тудышке? Качарышем, потэ? Дальше старейшая удмуртская газета, 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 газет. Удмурт Дуне, Удмуртский мир. Она с 1915 года под разными названиями выходила. Она абсолютно удмуртская, полностью на удмуртском языке, общественно-политическая, общественно-культурная. Дальше есть еще тоже детская газета Джечбур. Она с 1930 года издается. Джечбур, вы уже теперь сами знаете, как переводится. А в советское время она называлась Дашлу. Будь готов. Вот тоже она вот в таком виде издается. И поскольку я сама родом с севера Удмуртии, я обязательно вам покажу газету «Иднакар». Это газета северных удмуртов. Она выходит на смеси удмуртского и русского. Тут есть вот вкладка на удмуртском языке. «Иднакар» — это городище на севере республики. Кар, да, опять-таки, Сыктывкар, Кудымкар. «Иднакар» — это городище Идны. «Идна» — это был такой удмуртский батыр, богатырь, мифология опять-таки, да, история. И вот он основал городище на берегу реки Чепцы. Это приток Вятки. Да, ну что у нас сейчас? Еще раз флешку. Да, сейчас найду флешку. Боже, да? Да, про газет я вам рассказала. Про исполнительные тогда немножко пару слов скажу. Вот «Эктоника» — это такой проект, он включает молодых исполнителей. Это поп-музыка. Они сейчас большей частью ездят по районам республики и делают дискотеки. Рядом Иван Белослуцов. У него несколько проектов, несколько коллабораций, с кем он поет. Вот он преимущественно, играя на гитаре, поет. Бобо Ленин, да, вот ниже если идти. Тоже всех этих исполнителей вы можете найти ВКонтакте. Бобо Ленин — это такой гранж удмуртский. Пост Дукес. Вот у них буквально на днях был концерт. И 9 июля будет концерт в Москве в 16 тонн. Это удмуртский рейв. Они на основе фольклора делают электронную удмуртскую музыку. Богдан Анфиногенов. Это один из таких, как бы сказать, мультифункциональных исполнителей и вообще деятелей. Он делает Даур ТВ, вот это онлайн вещание. И также он рэп. Рэп поет и пишет стихи. Шу-Жи Мэйт, он поет рэп. И Шонер Паул, вот его прям обязательно послушайте. Это мой любимый исполнитель. Он как раз из Татарстана. И он поет не ща-шка, а сяська. То есть у него особый диалект удмуртского языка. И у него, ну, не знаю, как правильно жанр назвать, но у него такая современная музыка получилась. Сейчас мы с вами послушаем вот этих исполнителей. Это как раз Иван Белослуцев вместе с другим исполнителем МОРД. Иван Белослуцев. Иван Белослуцев. Иван Белослуцев. Иван Белослуцев. ДИСКОТЕКА 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 следующий это воздухе с электронная музыка на основе отборского фольклора 9 июля будет концерт в москве и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давайте следующую, последнюю минуту Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok